Исходно здоровых без коморбиды, то есть без сопутствующей патологии, их очень мало. В реанимацию красной зоны попадают вне зависимости от возраста. Самому молодому пациенту здесь было 18. Сыграл роль отягченный анамнез, что уж говорить о пожилых. Диабет, ожирение, гипертония – самые опасные в сочетании с ковидом болезни. Больно где-то? А сейчас? Сейчас все хорошо? Сыграл антибиотик, цифрекцион. И в начальном лечении начается антибиотик, делается проба предварительно и смотрится динамика. В госпитале 12-й горбольницы 32 койки, все они заняты. Ситуацию сравнивать с прошлой осенью с большой разницей. Ковид течет тяжелее и быстрее. От самого заболевания до реанимации может пройти всего неделя. Да, Валентина Ивановна, у нас лежит Диев-Три Великого. Общаться с родственниками пациентов едва ли не сложнее, чем лечение самих больных, говорят за этим постом. Работаю с документацией, еще могу пойти осмотреть, на консультацию сходить и подменить основного врача. Как видите, у нас немножко нехватка кадрового состава. Врачу 24 за счет молодости признает, режим работы кажется нормальным. У меня уже за 60. Ну, понимаете, вы говорите, в основном работает молодежь. Я один из них. До пандемии Сергей Глазунов заведовал общей реанимацией, а потом перебросили сюда. В августе это отделение перепрофилировали под ковидную реанимацию, запускают частями. Та половина пока функционирует, эта половина готова к приему больных. Только ожидаем поступления дыхательной аппаратуры, ну и, конечно, персонала. Плюс 9 мест. Переполненность реанимации повсеместно. Так в Бийске коек для тяжелых больных уже не хватает. Новое лицо новой волны. Привыкнуть можно к обстановке, к этим костюмам, к СИЗам. Можно привыкнуть уже к очкам, чего-то там не хватает, или к щиткам. То есть это уже как получается, как уже образ жизни, что ли, и так далее. Чего-то уже не хватает. Нельзя привыкнуть к мукам человека. А тем временем с каждым днем в край растет и число заболевающих коронавирусом, и число умерших. Власти региона пока не реагируют на возможности новых ограничений, в то время как соседний Новосибирск скоро вводят QR-коды для посещения массовых мероприятий. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.